МАРШ ПРАВДЫ Написано, как вы можете наблюдать, на одном кисель в банку, на другом мамонта, на ледник. В отношении кого вот эти слова вы адресуете? Тех самых одиозных персонажей в русских СМИ, с озвученной фамилией которых этим словам. Ну, я думаю, зрители наши догадаются, о ком идет речь. Кстати, как вы относитесь к санкциям в отношении Дмитрия Киселева, который вел Евросоюз? Должны ли быть подобные меры применены к остальным российским журналистам, которые тоже себя недостаточно честно ведут во время своих выступлений на голубых экранах? Мне кажется, это неоднозначный вопрос, потому что журналист – это не политик. Журналист, он действительно владеет умами, но он не принимает тех решений, которые действительно ведут страну в подобные неприятные ситуации. С юридической точки зрения нет, с моральной – да. Спасибо вам большое. Здесь собралось несколько театральных режиссеров и критиков, которые, я надеюсь, сейчас тоже смогут свою позицию обозначить. Скажите, как вас зовут, где вы работаете и почему сюда пришли? Меня зовут Дмитрий Волкострелов, я работаю в театре, занимаюсь театром, театральный режиссер. Вот сейчас я здесь. Почему? Ну, потому что, ну, просто мы сталкиваемся, ну, самое же ведь ужасное, наверное, в том, что мы как бы пришли к такой ситуации, когда просто выйти, ну, для того, мне вот лично, для того, чтобы сюда прийти, потребовалось провести некоторую внутреннюю работу, для того, чтобы просто прийти и постоять, и какое-то свое мнение высказать. Но мне пришлось преодолеть что-то в себе, поскольку, вот мы нашли всегда такой ситуации, вот, прежде всего, против этого, наверное, против такой ситуации, лично я, наверное, здесь нахожусь. Я не хочу постоянно в себе преодолевать что-то, чтобы просто выйти на площадь, скажем так. Вам не хватает свободы слова в России? Да, пожалуй, ну, пожалуй, да. Мне не хватает разных точек зрения, скажем так, прежде всего. Мне не хватает полифонии. Спасибо большое. Ну что ж, это были лучшие кадры сегодняшнего марша правды. Марш ему называется исключительно потому, что стал митингом из-за несостоявшегося шествия, а название, напомню, решили не менять. Ну, сейчас у нас в студии один из участников митинга на проспекте Сахарова, известный блогер, один из создателей легендарного уже портала Лента.ру, Антон Носик. И он выступал на митинге, о котором я только что говорила. И давайте же обсудим сегодняшнюю историю. Антон, ну мы, собственно, давно... А ты прочти промыт, там все написано. Что-что? Прочти промыт, там все написано, что я говорил. Нет, 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 я просто не хочу анонсировать. Я хочу... Люди старались писать. Я хочу поговорить, если можно, с тобой, мы давно знакомы, да, на тему того, что ты собираешься, во-первых, создавать новый проект, это, видимо, обновленная... Несколько новых проектов. Обновленная лента или что-то иное? Лента принадлежит Александру Леонидовичу Мамуту, Алексею Сергеевичу Гориславскому, Александру Белановскому, и пусть они там ковыряются... Давай напомним зрителям, на самом деле, что Ленту.ру совсем недавно поменяла главного редактора на место... И всей полный состав редакции. Да-да-да, на место Галины Тимченко главного редактора пришел Алексей Гориславский. Это случилось внезапно, ну, по крайней мере, для общественности. И для него. И вслед за Галиной Тимченко ушел практически весь коллектив Ленты.ру. Ну, очень человек 75 там ушло, из 83, да? Значит, люди, ушедшие из Ленты.ру... Они никуда не делись. Это высочайшего класса профессионалов, с участием которых до 1 сентября будет запущено, как минимум, 4 новых проекта. Квалификации – это то, к чему вы привыкли по Ленте.ру. Да, проекты, естественно, не будут иметь никакой ленты в названии. Пусть подавятся, дорогие собственники, придуманным мною названием. Названия будут другие, я их еще не придумал, если ваши зрители мне что-нибудь подскажут красиво. А что это будет? Это будет информагентство, это будет какой-то портал-коллектор. Это будет 4, как минимум, разных проекта до 1 сентября, потом могут быть больше, да? Которые отображают некоторые вещи, совершенно незабываемые из истории Ленты. Например, Лента наука, да? И технологии. Вот это проект, который надо возродить, да? Ну и там остальные просто... А какие-нибудь финансовые характеристики нового проекта? Кто инвестор? Ну, вот я посчитал, что на самый дорогой из проектов, которые строятся после Ленты, нужно 2 миллиона долларов. Значит, неделю назад инвесторы, которых у меня, надо понимать, 6, предложили мне 7 миллионов долларов на этот проект. Я считаю, что каждый лишний доллар, он смертелен для стартапов. Поэтому что-то мне с этим надо делать, может, ты подскажешь. Но в любом случае должен вам доложить... Как человек, который участвовал в марафоне в поддержку телеканала «Дождь», могу порекомендовать только одно. В смысле? Поддержать товарищей. Душа моя, телеканал «Дождь» собирает хуже, чем я, по понятной причине. Ну, давай не вести сейчас эту дискуссию, давай лучше обсудим митинг, поскольку это довольно общественно важное мероприятие. Сегодня на митинге было 7 или 8 тысяч человек, насколько я понимаю. То есть немного. Да. Насколько целесообразно сейчас проводить малочисленные митинги? Абсолютно не целесообразно. Ты там был при этом? Нет, смотри, я увиделся с Людмилой Улицкой, Дмитрием Быковым, Верой Кичановой, прогулявшей весь мой семинар на журфаке, поэтому вот редкий момент видеть эту прекрасную женщину, да, с Алексеем Кортневым. Для меня радость человеческого общения.